Конечно, нюансы, которые постоянные спутницы любителей и профессионалов, строящих свое тело. Они совершенствуют этот процесс, подгоняя под себя, а значит... Разговор о бодибилдинге теперь же в паре с суперпрофессионалом, нашим земляком Валерием Локтионовым. Здравствуйте, Валерий. Здравствуйте. Защищайтесь, бодибилдинг не всем нравится, в нем видят что-то противоестественное. Когда вам было 13 лет, у вас была травма спины, серьезно? Да, у меня была тяжелая травма спины. И, в принципе, мне врачи в то время сказали, что я всю жизнь не буду поднимать больше 3 килограмм или 5, ну, в принципе, маленький такой вид. Ну, я доказал своим примером, что он бодибилдинг привел к тому, что я поднимаю. В ваши лучшие времена сколько вы поднимали? Жил бы уже 200, приседания 210. Ну, в принципе, я сейчас столько же и поднимаю. Вы поднимали этот вес. Сколько вам было? Я поднимал в 83-м году. Именно в старшее время столько же поднимаю. Ну, какая-то совершенно загрязная. Я хочу представить вам Валерия Юрьевича Локтионова. Локтионова Валерия Юрьевич, 1956 года рождения. Стаж занятий бодибилдингом более 30 лет. Тренерский стаж 20 лет. Абсолютный чемпион области, призер первенства России и международных турниров. Погготовил 5 абсолютных чемпионов Дона, более 12 призеров и чемпионов Ростова по бодибилдингу. Сегодня его воспитанник Тимур Магдеев, призер чемпионата Европы и мира по боям без правил. А остальные ваши воспитанники, как сложилась их судьба? Ну, вот у меня, если взять вот из боевых искусств, еще Михаил Павуянов в свое время, где-то в 90-м году, был призер чемпионата Союза по профессиональному боксу. Это вот именно два таких вот атлета, которые доказали, вот как спрашивают там, а культуристы вообще что не могут. И многие говорят, да, вот они неподвижные там, типа, такие неповоротливые. Но на своих учениках лично уже доказал, что непосредственно только у меня два ученика уже добились таких результатов. Вот, при том, Тимур Магдеев в настоящее время защищает нашу страну на боях без правил. Это уже непосредственный вид спорта, как говорится, где уже применяется все, все что угодно, тут уже, как говорится, без ограничений. Давайте назовем еще тех людей, которые вам помогали делать бодибилдинг простой, ведь и вы его отец, так скажем. Я в этом глубоко обрежу. Хотя мне, вот вы нам дайте то, чтобы мышцы не выросли, а я вам говорю, девушки, можете этого не опасаться, мышцы у вас не вырастут. То есть я чисто формирую тело женщины по женскому образцу, чтобы она нравилась мужчине, ну, естественно, и понятен. Если, конечно, кто приходит именно, хочет закачаться, ну, как культургические, я им даю специальные программы. А так, девушки, приходите, можете этого не опасаться, у вас именно будет то, что нужно мужчине. Говоря их, женщине. Я организовал все так, как раньше было. Раньше мы делали как инструктор, прежде чем начать работать в зале, приходил, проходил семинар, вот все вместе, и аттестацию. Аттестация не просто, чтобы человек пришел, даже с высшим образованием спортивным, а не говорить ни о чем, а вот к подготовке. Он должен пройти семинар, опытных специалистов, аттестацию, чтобы его аттестировали на тренера, а после этого только получить разрешение на работу. Я сейчас сталкивался с такими явлениями, когда приходят другие клубы, тренера там, эти инструктора, я не знаю, у кого они получат эти бумажечки, может, они сами пишут себе. Ну, конечно, к сожалению, к сожалению, большинство этих горя-тренеров ведут такую работу, что я даже... По-моему, разрушение. Просто разрушение. Просто разрушение. Вот, допустим, один пример, я сейчас такую вещь скажу, которая шокирует многих, особенно женщин. Ну, вот, во-первых, дыхание. Дыхание более-менее стоит на первом месте. Если не научить дышать человека, он угробит здоровье. Если научить дышать, он здоровье улучшит. Потом, что самое главное, это женщин касается... Этим я шокирую все сейчас женщины. Ничего, в архиве в зале. Так называемые высококвалифицированные тренера, при том, про которых в рекламах пишут, тренера высокой квалификации дают такое упражнение для сужения талии. Внимание. Они дают наклоны, наклоны с весом в стороны, в стороны. Снизу руки, сверху. Эти упражнения развивают боковые мышцы, живота. Да. И вот если вы видели скульптуры древних греков, вот у них вот эти мышцы развиты, прямо нависшие над боками мышцы, мощные такие. Вот представьте теперь эти мышцы на великолепной девушке, прекрасной. Это вообще красиво будет. Ни до всех не отполя. Это будет просто безобразно. Тренера все внушают своим девушкам, что эти упражнения сужают талию. Я просто поражен этим. Это даже просто не какие-то там сложные, это азбука. Это тренера даже не знают азбуку бодибилла. Тем самым, девушки, не слушайте таких тренеров. Просто я могу сказать, единственное важное для талии, да, это развороты в палке. Вот тут рано-то, человек, в талии покрутились в палке как можно дольше интенсивно. Ну, наверное, с интервалами, да, где-то минуту-то и покрутилось, минутку отдохнуло. Ну, ни в коем случае не делайте наклоны затягощения. Тренерам, конечно, если они высококвалифицированы, скажите, вот он специалист подсказал. Валерий Юрьевич, на 38-м канале мы попробуем с вашего согласия дать ряд уроков по элементарному приобщению к атлетической гимнастике. Вы согласны? Да, именно к фитнесу. Да, к фитнесу, конечно, да. Да, к фитнесу. Мы попробуем это все дать. В наших следующих передачах мы будем давать уроки фитнеса. Их покажет Валерий Локтенов и его воспитанники. Всего доброго. ...подготовку. В номинации «Луновых направлений фитнес-индустрии» цель ежегодного конгресса. Программа «Кор» – новшество в российском фитнесе. Теперь это направление появится в Ростове и пополнит аэробический комплекс спортивных клубов. Василий Жак и Инна Сокол. В этом направлении фитнес-индустрии. Программа «Кор» – новшество в российском фитнесе. Теперь это направление появится в Ростове и пополнит аэробический комплекс спортивных клубов. Василий Жак и Инна Сокол.